МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Задачи и перспективы в муниципалитетах обсуждают итоги первого полугодия. Никто, кроме них, в России отмечают День ВДВ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Накануне пенсии центры занятости предлагают специальные программы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Районы Республики продолжают подводить итоги за полугодие. Каким оно стало для Урмарского района? И почему село Шаркистры, где прошло совещание, местные называют пожарным? В сюжете Ольги Пырычкиной. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ГАДЭ – 20 минут до самого отдаленного населенного пункта в зоне обслуживания пожарных. Так работает пожарное депо в селе Шаркистры. Его местные жители построили сами. Кирпичи, например, принесли из заброшенной фермы. Строили все вместе с народом, способом, не имея. Кто чем мог, они помогли. Традиционно у нас шаркистринцы сильны тем, что у нас многие идут после завершения школы поступать в пожарные училища. В деревне у нас выходцев из села Шаркистры около 60 человек. Говорят, что у нас в селе Шаркистры пожарное село. В том, что эта традиция продолжится, сомнений ни у кого не возникло. Эта профессия мне очень нравилась, потому что спасать людей, тушить пожары и хорошо помогать людям. Что касается происхождения официального названия села, местные называют несколько версий. Одна из них гласит, что Шуркистре в переводе – белая лошадь. Якобы через эти края шел торговец и вез на лошади товар, но та утонула, попав в болото. Другую, более вероятную, нам называет кревет Иван Криков. Он написал про родные края пять книг. Шуркистры – это населенный пункт. Шор – марийский, если перевод. Шор – лес означает. Лесная деревня. Вокруг нашего села полностью село окружает, лес окружает. В отличие от пожарного депо, клуб в Шаркистрах появился благодаря программе устойчивого развития сельских территорий. Деньги выделили из федерального и республиканского бюджетов. Строительство закончилось в прошлом году. Чтобы дело шло быстрее, Галина с подругами решили сделать символ будущего клуба – березу из бисера. Это мы березу делали четверо, целые три месяца. И это делали из бисера. Много проволоки ушло туда, медной проволоки. Провода это чистили, все это резали и собирали бисер. Ищи сделали. Совещание по развитию Урмарского района решили провести в новом клубе. Показатели разные. Из положительного. По официальным данным, средняя зарплата в районе выросла до 21 тысячи. Величился бюджет и на 5% собственные доходы района. Аграрии произвели больше продукции. Если мерить в деньгах, то разница по сравнению с таким же периодом прошлого года плюс 56 миллионов рублей. Из того, в чем район пока не дотянул. Жители пожаловались, к примеру, на отсутствие в районной больнице врача-дерматолога. Ставку на этого специалиста введут в ближайшее время, пообещала главврач. Еще одна проблема – плохие дороги и полуразрушенный мост через Овраг. В этом году на дорожное хозяйство мы выделяем 9 миллиардов 500 миллионов рублей. Огромные деньги. Приведметы, конечно, оставили чуть-чуть больше города. Почему? Потому что в следующем году, в городе Чебуксаро, наша солица отмечает свои 150 лет. С следующего года мы в сельское место чуть-чуть больше денег будем давать. Включая этот мост, который сегодня является поплавой, так скажем. Пообщаться с главой региона и озвучить свои личные проблемы жители смогли и в неформальной обстановке. Директор Большаянниковской средней школы поблагодарил Михаила Игнатьева за помощь в ликвидации последствий урагана, который 30 мая снес кровлю с учебного заведения. Из резервного фонда кабинеты министров выделили почти 6 миллионов рублей. И 1 сентября в школе начнутся занятия. Ход уборочных работ, благоустройство территории, развитие сельского хозяйства. Эти и другие вопросы обсудили в рамках рабочего визита главы республики в Шумерлинский район. Основные усилия в первом полугодии район направил на реализацию государственных и муниципальных программ. Только на эти цели израсходовано 195 миллионов рублей. Это почти половина всех запланированных в бюджете города средств. Основная задача на этот год – рост собственных доходов не менее чем на 6%. К концу 2018-го район планирует ее выполнить. Мы с республиканской бюджетом в этом году выделяем району 162 миллиона 900 тысяч рублей. Здесь практически никаких сбоев нет. В образовательную деятельность, если отдельно взять, 57 миллионов 600 тысяч рублей. Это одна из основных сумм. Остальные там по разным направлениям, которые тоже расписаны. Агропромышленный комплекс – основной сектор экономики района. Индекс производства продукции во всех категориях хозяйства вырос почти на 3% по сравнению с прошлым годом. Объем валовой продукции за первое полугодие – более 138 миллионов рублей. Сельскохозяйственным товаропроизводителям оказана господдержка на сумму почти 2,5 миллиона. Чтобы решить проблемы со сбытом и переработкой сельскохозяйственной продукции, в районе создали два потребительских кооператива – «Мир» и «Сельское подворье». В планах района объединить в такие кооперативы сельхозтоваропроизводители и личные посудные хозяйства. Это позволит участвовать в грантовых конкурсах на развитие материально-технической базы. Постоянно на 1 января 2018 года площадь необрабатанных земель в районе 5907 гектаров. На 2018 год запланировано ввести в оборот 2365 гектаров. Работа в этом направлении идет. Это с Бурнавским местокменатом работаем, с ООКенет работаем, с фермерами работаем. Пожалуй, один из самых актуальных вопросов сельских населенных пунктов – плачевное состояние грунтовых дорог. В программе инициативного бюджетирования из 13 проектов половина посвящена этой проблеме. В планах Шумерлинского района за два года отремонтировать 10 километров дорог. Есть и другие задачи. Проводные телефонные связи, неверный прием, 130, ходим по месту, ищем точки для приема сигнала. Мы сами звоним, попадаем в Горьскую область. У нас оттуда сразу раму наберут. В некоторых населенных пунктах нет и интернета. Это значит, что люди не могут удаленно записаться в больницу. А ездить постоянно в город – сомнительное удовольствие. По словам главы администрации района, этот вопрос активно обсуждается. У нас еще два поселения вообще без оптоволокна. Это Краснооктябрьское сельское поселение и Юманайское. В Юманайском сегодня работы ведут, практически уже идут работы. В Краснооктябрьское сельское поселение, в Краснооктябрь мыслец оптоволокно должно прийти в конце 2018 года. Потом разветвление по населенным пунктам в ближайшие годы, я надеюсь, будет. В ходе совещания обсудили и не менее важные темы, касающиеся капитального ремонта, образования, животноводства, здравоохранения и культуры. Голубые береты элиты российской армии и самые мужественные воины сегодня отметили свой праздник – День воздушно-десантных войск. Легендарной крылатой гвардии исполнилось 88 лет. В нашей республике сегодня проживают около 20 тысяч действующих военных и ветеранов, для кого голубой берет, сильняшка и жизненный принцип – никто, кроме нас, святое. Как отмечали, расскажет наш корреспондент Рифат Фадкулин. Расплескалась синева, расплескалась, по тельняшкам разлилась по беретам, только в сердце синева задержалась. Эта песня стала практически гимном для всех десантников России. Сегодня ее пели сотни голосов. Идеальная выправка – парадная форма. Элита вооруженных сил России направляется возложить цветы к вечному огню в память о погибших войнах. Минута молчания. День мужества, отваги и настоящей мужской дружбы. Михаил Житков отдал ВДВ не один год жизни. Вспоминает, как осваивал в Самаре автомат и учился прыгать с парашютом. Для меня это как второе день рождения. Мы собираемся с друзьями, с мужаками, встречаемся, вспоминаем службу, как служили, как времена проходили. Каждый год мы празднуем по-особому. Когда к Чебоксару приезжаем, когда отмечаем у нас в Ядрине. Собираемся возле военкомата. Военком Ядринский, Красно-Читальский поздравляет. Потом идем в возложение цветков к вечному огню. Потом на кладбище. Ну а потом концерт, праздник, взлет. Вспомнили и воинов-интернационалистов. Из пяти с половиной тысяч чувашских солдат, воевавших в Афганистане, почти половина – десантники. Отдали дань и тем, кто погиб в локальных конфликтах. В честь своего небесного покровителя или пророка ослужили молебен. Изображение святого несли во главе колонны, которая из Парка Победы дошла до Красной площади, принимая по пути поздравления. Владимир Немойкин говорит, ВДВ – служба для настоящих мужчин. Самое главное для него – очтить и сохранять традиции боевого братства и взаимовыручки, которые были заложены основателем войск Василием Маргеловым. Настроения отличные, хорошие. Я пришел внуками, внучками. Я служил в 1974 году. Я уже ни один день не пропускал. Мы всегда встречаемся, с друзьями встречаемся. Я служил с первого Гайжуни. Это у нас называется учебная дивизия. А потом Рязани. Это 106-я Тульская дивизия, 137-я Рязанская полка. Торжества продолжились на Красной площади. Здесь отметили заслуги перед государством отдельных лесатников. Им вручили почетные грамоты и медали. Для всех звучат поздравления. Это святое. Наш праздник. Войска дяди Васи. Всех праздновляю. Усальников. Самое главное – здоровья. Чистого, глубого неба. Сейчас пока здесь празднуем, вот на заливе. Потом мы всеми пойдем дальше гулять, отдыхать. И сейчас они на передовой. Всегда готовы к защите рубежей. А в мирной жизни и к оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. После митинга голубые береты отправились гулять по городу. Рифат Фаткулин, Валерий Рязюков, Республика. Без пяти минут пенсионер. Есть ли вакансии для таких людей на рынке труда и чем может помочь центр занятости? Сергей Аркадьевич, какие вакансии сегодня будем смотреть? Ну, какие в трудовой записаны. Электромонтер, наладчик. Электромонтер по ремонту и обслуживанию? Электрооборудование. Электрооборудование. У вас пятый, четвертый разряд? Пятый разряд. Пятый разряд. Еще три месяца и пенсия. В свои 64 Сергей Воронов активно ищет работу. В Москве попал под сокращение и теперь смотрит варианты в Чебоксарах. Работал наладчиком технологического оборудования, электромонтером. Вот я сейчас по этим двум специальностям ищу вакансии. Вот я сегодня пришел, мне дали вакансию электромонтера. Схожу, узнаю. Если по каким-то причинам меня не устроит, буду сам индивидуально тоже искать. Параллельно с центром занятости. Предпенсионеров, тем, кому до пенсии меньше двух лет, консультируют ежедневно. В среднем в месяц обращаются около 40 человек. Подходящую работу находят 70%. Я обратился в центр занятости. Мне предложили работать здесь. Я здесь работаю. В отделе информатизации и статистики. Причем наплывы безработных после предполагаемых пенсионных изменений здесь не ожидают. Вообще мы готовимся, что этого потока не будет. Почему? Потому что для этого мы и собираемся с предприятиями, чтобы эти люди продолжали работать, как продолжают и работать. Вторая часть. Если кто-то высвобождается, это по личному желанию, все равно это происходит. Мы готовы к тому, чтобы это было переобучение. Вот на клубе кадровиков мы подготовили в адрес предприятия, что по 30 специальностей у нас происходит переподготовка. В справочно-консультационном пункте помогают сориентироваться в потоке вакансий, который ежедневно обновляется. База данных размещена и на сайте. Открыта горячая линия. А записаться и пройти переобучение можно бесплатно. Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика. Завершилось расследование по факту отравления суррогатным алкоголем в Чувашии. Несколько лет назад от напитка, разлитого в тару с известными этикетками, погибли трое человек. Следователи СУСКР России по Чувашии установили, что в 2013-2015 году злоумышленники продавали суррогатный алкоголь под видом элитных напитков известных мировых производителей. Стоимость одной такой литровой бутылки составляла от 50 до 120 рублей. Такую стоимость лжепродавцы объясняли тем, что якобы алкоголь произведен с соблюдением технологического процесса на легальных заводах, но выведен оттуда неофициально. Указанная спиртосодержащая жидкость не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей. Поскольку содержала в своем составе в качестве основных компонентов метанол, ацетон, а также другие токсичные микропримеси. В частности, концентрация этанола в спиртосодержащей жидкости, после употребления которой скончались двое молодых людей, превышала содержание этанола в ней почти в 8 раз. Материалы уголовного дела в отношении лиц, которые сбывали этот контрафактный алкоголь, обвиняемым на территории Московской области, выделены в отдельное производство. Причастность обвиняемых к конкриминируемым им деяниям подтверждается заключениями более чем 150 проведенных по уголовному делу судебных экспертиз, показаниями более чем 200 свидетелей. Также в ходе расследования уголовного дела проведено 26 обысков, в ходе которых было обнаружено и изъято свыше 53 тысяч бутылок с контрафактным алкоголем. Приговор в отношении лиц, сбывавших указанный контрафактный алкоголь, будет вынесен в ближайшее время. Поля Урмарского района облюбовал хлебный жук. Это выяснилось в процессе фитомониторинга, который ведут специалисты управления Россельхозцентра по Чувашии. Хлебный жук бывает нескольких видов, и самый вредный из них – жук-куська. Впервые его заметили в Чувашии в 2006 году в Яльчикском и Шимушинском районах. Несколькими годами позже, уже в четырех муниципалитетах, его распространение достигло порогового уровня. В прошлом году в это время хлебный жук встречался аграриям нечасто. Лето выдалось прохладным, а насекомые любят тепло. И спелые зерна. Жук за свой период, за свой жизненный цикл, как бы, уничтожает 9-10 колосьев. Жуки, они в основном сами живут недолго, где-то полтора месяца. И за это время они еще успевают откладывать около 50 яиц. Причем те зерна, которые он не съел, вредитель куська лапками выбивает из колоса, причиняя дополнительный ущерб. Особенно высока вредоносность в период цветения и формирования зерна. При 8-12 жуках на одном квадратном метре урожай яровой пшеницы уничтожается полностью. Жук-куська обнаружен в Тегешевском сельском поселении на общей площади более 300 гектаров. Территорию обработали инсектицидами. Кроме того, специалисты рекомендуют в качестве дополнительной меры севооборот. В следующем сезоне сеять на этих полях не зерновые, а какие-нибудь технические культуры. В других муниципалитетах республики хлебные жуки не отметились. В этом году в большом количестве развелись не только жуки, но и бабочки-адмиралы. Они, к счастью, никакого вреда ни растениям, ни людям не наносят. Идеальные условия для развития гусениц, жара и обилия влаги, говорят специалисты. Так что появлению такого количества бабочек этого вида поспособствовала погода. Такая ситуация вообще характерна для последних лет. Никакого урона растениям бабочки не наносят, зато доставляют горожанам удовольствие наблюдать за ними. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Увидимся завтра в это же время в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова